В детстве все любят смотреть мультфильмы, сопереживать персонажам, представлять себя в сказочных мирах. Воспитанники детского сада номер 42 создают их сами. Аппликация на картоне может стать основной декорацией, а человечек из пластилина – главным героем. Анимационная студия «Мультимагия» существует около четырех лет. Изначально дети занимались в изокружке «Палитра». Позже появилось более узкое направление. Мы рисовали и пробовали, нетрадиционные техники пробовали. И первые свои мультфильмы мы еще не в мультстудии создавали, а в изо студии «Палитра». Позже мы углубились в это, и основной нашей деятельностью уже стало создание мультфильмов. Ирина Донцова занимается в студии второй год. С каждым этапом создания мультфильма девочка знакома давно. Больше всего Ирине нравится продумывать сюжет. Сначала мы придумываем историю, потом мы делаем героев в фон, потом мы начинаем двигать их, фотографировать кадр за кадром, потом мы должны озвучить персонажей. Мультфильмы создают воспитанники старшей подготовительной групп. В процессе дети изучают информационные и медийные технологии, воплощают свой творческий потенциал в каждом кадре. Разработка сюжета развивает воображение, создание декораций персонажей – мелкую моторику. У кого-то актерские способности хорошо развиты, они могут здесь себя проявить. Кто-то очень любит технику, и он оператор, он очень хорошо пользуется техникой, следит за кадром, фотографирует и монтировать пробует, уже тоже хорошо получается. Поэтому мультипликация тема хороша, что позволяет раскрыться разным детям. Дошкольники создают мультфильмы в разных техниках и отправляют их на городские, областные и всероссийские конкурсы. К работам воспитанники подходят ответственно, тщательно прорабатывают идеи и детали, и нередко становятся призерами. В этом году ребятам удалось занять первое место в областном конкурсе социально-экологической рекламы «Все о раздельном накоплении отходов». И на третьем международном фестивале авторской мультипликации «Я творю мир». Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.